Что если ваше представление о самых обычных вещах всего лишь верхушка айсберга? А это ведь так! Знаете ли вы, зачем нужна ложка для Макфлури? Или вам известны скрытые функции микроволновки? Приготовьтесь узнать секреты обычных вещей! Номер 20. Молния Ваша молния когда-нибудь расстегивалась сама? С этой неприятностью сталкиваются все, кто носит джинсы. Но это можно исправить. Во многих джинсах используется молния со встроенным механизмом блокировки. Не оставляйте язычок молнии поднятым. Вместо этого опустите язычок вниз. Тогда механизм автоматически закрепит молнию на одном месте, и она не будет съезжать и расстегиваться. И тогда вы избежите неловких ситуаций в общественных местах. Номер 19. Защитное стекло Замечали ли вы эти необычные стеклянные панели над лестницами в некоторых зданиях? Кажется, что они нужны просто для красоты, но на самом деле они могут спасти жизни. В случае пожара эти стеклянные панели блокируют дым и не дают ему подняться на верхние этажи. Дым остается на одном этаже, и людям наверху не грозит удушье. И так им легче найти выход из горящего здания. Номер 18. Кабинки в туалете Для любого, кто посещал США, неприятным разочарованием становились кабинки в туалете с большим проемом между дверью и полом. Если вы не знаете, зачем это нужно, ответ вас тоже разочарует. Двери сделаны короткими специально, чтобы посетители туалета чувствовали себя некомфортно. Считается, что так люди быстрее делают свои дела и не будут задерживаться в туалете. Ведь любой может заглянуть внутрь. Наверное, хороший дизайн не всегда должен быть приятным. Номер 17. Вонючие столбы В некоторых городах можно увидеть необычные столбы. Они похожи на фонарные столбы, только без фонарей. Далеко не все знают, что это такое. Конечно, эти столбы стоят в городах не просто так, и у них необычная задача. На самом деле, эти штуки называются зловонные столбы или вонючие трубы, и стоит радоваться, что они такие высокие. Они нужны для того, чтобы выпускать воздух из канализации, иначе в ней скопятся опасные газы, которые могут взорваться прямо в трубах. К счастью, эти столбы намного выше фонарных, и поэтому вонь растворяется, не попадая нам в нос. Мой вам совет. Не залезайте на такие столбы, иначе будете вонять несколько недель. Номер 16. Крючки в карманах Если вы когда-нибудь засовывали замерзшие руки в карманы, то могли обнаружить вот такие крючки с эластичной веревкой, прикрепленные к куртке. Хотя такие крючки вряд ли пригодятся, если вы карабкаетесь в гору, они все равно очень полезны. Они нужны для того, чтобы прикреплять к ним ключи или карточки, которые нужны под рукой. Крючки также не дают вещам выпасть из карманов. Их зажим легко открывается и закрывается на брелоке, и с таким ключом вы никогда не останетесь запертым снаружи. Если, конечно, никто не сменил замки. Номер 15. Пустые страницы Во многих книгах в конце встречаются пустые страницы. Кажется, что это лишь пустая трата бумаги, но причина кроется в процессе производства. Дело в том, что книги печатают на больших листах, которые затем складывают в несколько страниц. Как правило, в одном листе умещается 4, 8 или 16 страниц. Поэтому, если в книге нечетное количество страниц или число не делится на 4, остаются пустые страницы. Чтобы сэкономить время, издатели оставляют их, озадачивая читателей. Номер 14. Пробки Если вы когда-нибудь покупали вино, но у вас не было штопора, вы наверняка задумывались, почему на бутылках вина нет откручивающихся крышек. Ответ зависит от того, у кого вы спросите. Но в основном пробки используют, несмотря на более удобные варианты, потому что они позволяют вину дышать. Хоть они и не пропускают влагу, пробки пропускают немного воздуха в бутылку и из нее. Благодаря этому вино с возрастом приобретает лучший вкус. С закручивающимися крышками это невозможно. Но учитывая, что у вина из супермаркета срок годности где-то 2 года, может быть обычные крышки и правда подойдут куда лучше. Номер 13. Скрытые замки В некоторых старых домах на дверях у ручек есть вот такие круглые впадины под замком. Нет, это не тайные послания, оставленные предыдущими жителями. Эти кружки – части старого запорного механизма, который использовали раньше. Если нажать на одну из кнопок, замок закроется с одной стороны, и дверь можно будет открыть только ключом. Это устройство использовали, пока не появилась простая кнопка на дверной ручке. Номер 12. Мечи для гольфа Знаете ли вы, зачем на мечах для гольфа вмятины? Они не всегда были такими. Изначально мечи были круглыми и гладкими. Но в 19 веке люди начали замечать, что старые мечи с вмятинами и впадинами летают намного лучше, чем новые гладкие. Тогда спортсмены принялись специально делать вмятины на мечах. Но почему с вмятинами полет становится лучше? Когда идеально гладкий и круглый мяч летит в воздухе, он оставляет позади след, из-за которого полет замедляется. Впадины создают тонкий пограничный слой воздуха, который цепляется за поверхность, и воздух течет дальше к задней части меча. Таким образом, размер следа уменьшается, и полет ускоряется. Впадины также оптимизируют подъемную силу меча, из-за чего он летит намного выше, дольше и дальше. Так что, может быть, стоит обстрелять из пневматического оружия самолеты, чтобы они лучше летали? Но сначала уточните у властей, можно ли так делать. Номер 11. Бутылка вина. Некоторых может разочаровать большое углубление в бутылке вина. Разве это не пустая трата места? Но эта необычная форма, которая называется пунт, выполняет несколько важных функций. Для начала, когда дно с таким углублением, бутылка реже падает. Кроме того, углубление собирает осадки, и они остаются на дне, а не выливаются в бокал. Но эти функции появились позже. На самом деле, такая форма связана с историей производства вина. Раньше бутылки делали, выдувая стекло и вращая его, чтобы придать нужную форму. В таком случае дно часто оставалось выпуклым. Тогда его вжимали внутрь, чтобы его не было видно, а заодно, чтобы оно защищало вино от падения и осадков. Ваше здоровье! Номер 10. Точки на стекле Вы наверняка замечали эти черные точки на окнах автомобилей. Они выглядят весьма круто, но зачем они нужны? Эти точки помогают блокировать и растворять солнечный свет по краям стекла. По сути, это такие солнцезащитные очки для автомобиля. Кроме того, благодаря точкам, переход между черной каймой вокруг стекла и самим стеклом становится плавным. У этой каймы тоже есть предназначение. Она закрывает клей, который закрепляет окно на месте, а также защищает его от солнечных лучей. Так клей не растворяется, а стекло долго остается крепким. А заодно автомобиль становится похож на поп-арт. Номер 9. Палочка леденца Не знаю, как вы, но я в детстве думал, что это дырочка на палочке леденца для того, чтобы можно было свистеть. К сожалению, это совсем не так. Это отверстие нужно всего лишь для того, чтобы маленький кусочек леденца оказался внутри и леденец не упал, пока он затвердевает. Не так интересно, да, понимаю. Номер 8. Помощь на переходе Зоркие зрители могли заметить или почувствовать вот эту штуку, которая спрятана под кнопками на пешеходном переходе. Она нужна не для того, чтобы крутить ее от скуки, пока не загорится зеленый. На самом деле она показывает, когда можно перейти дорогу слепым и глухим людям. Когда она вращается, значит загорелся зеленый, и можно переходить. Номер 7. Номера шоссе Номера американских дорог кажутся непонятными, но в них есть своя логика. Например, дороги с четными цифрами идут на восток и запад, а шоссе с нечетными цифрами на север и юг. Шоссе с тремя цифрами – это обычно дороги, которые огибают города, а не проходят сквозь них. К примеру, шоссе I-294 проходит вокруг Чикаго, вдоль окраин города. Это очень полезно, если не хочется стоять в пробках, проезжая через мегаполисы. Номер 6. Колпачки ручек Вы знали, что отверстия в колпачках нужны для того, чтобы спасти жизни? Это так. Если ребенок или неаккуратный взрослый проглотит колпачок, через отверстие пройдет немного воздуха, и его будет не так опасно вытаскивать. Это не единственное полезное отверстие в ручке. Дырочка сбоку или на кончике ручки – для предотвращения повышения давления. Без этой своеобразной вентиляции вакуум бы не дал чернилам течь вниз. Кроме того, благодаря отверстию ручка не взрывается при смене давления в самолете. До появления этого отверстия у многих авиапассажиров взрывались ручки. Так что выпейте за этих героев прошлого. Номер 5. Ложка для макфлури. Признайтесь, вы хотя бы раз пытались использовать ложку для макфлури как соломинку? Я пытался, но на самом деле у нее совсем другая функция. Такой дизайн нужен всего лишь для размешивания. Когда делают макфлури, мороженое и другие ингредиенты вроде шоколада и сиропа наливают и насыпают по очереди. Чтобы все ингредиенты ровно распределились по всему макфлури, ложку вставляют посередине и подцепляют к специальной машине с помощью маленького крючка. Машина размешивает макфлури и готово. Приятного аппетита! Номер 4. Кружки на чипсах. Вы наверняка замечали на обороте упаковок чипсов вот такие цветные кружочки. Их печатают, чтобы добавить цвет на упаковку, но не для того, чтобы радовать ваш глаз. Эти кружки помогают производителю быстро проверить качество напечатанной продукции. Если кружки неправильного цвета, упаковку возвращают обратно на конвейер для повторной печати. Номер 3. Беззвучный режим микроволновки. Хотите съесть что-нибудь в ночи, не разбудив при этом весь район шумом и пиканьем микроволновки? Есть решение! Возможно, вы не знали, но в микроволновках с цифровыми дисплеями есть беззвучный режим. Его можно включить всего одной кнопкой. Нужно всего лишь нажать на единицу и держать ее пару секунд. Тогда включится беззвучный режим, и все громкие звуки должны прекратиться. Наслаждайтесь ночной шаурмой! Номер 2. Отверстия в лифте. Отверстия в дверях лифтов выглядят так, будто они нужны для подглядывания за пассажирами. Но на самом деле эти маленькие дырочки – это замочные скважины. Их проделывают в дверях, чтобы лифт можно было легко открыть, где бы он ни был. Кроме того, благодаря отверстиям можно легко попасть в шахту лифта. В этом случае то, что выглядит как след от пули, нужно для спасения жизней. Номер 1. Ребристые ручки. В более дорогих ручках часто встречаются необычные ребристые штуковины, расположенные у кончика ручки. Они нужны не только для украшения, но и выполняют важную функцию. Когда чернила спускаются к кончику ручки, они заполняют эти ребра. Это означает, что пишущему доступно больше чернил. Кроме того, ваши руки согревают ручку, и воздух в ней расширяется, заставляя чернила течь в эти самые ребра, вместо того, чтобы растекаться по страницам или рукам. У перьевых ручек есть похожий механизм. Этот утонченный дизайн наверняка спас вас от пролитых чернил, а вы, скорее всего, даже об этом не знали. Ну как, узнали что-нибудь новое из этого видео? И известны ли вам другие секреты, спрятанные в обычных вещах? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!